Всем привет! С вами YouUpDesign, это Саня, и мы будем учиться работать в Adobe Illustrator. Сегодня мы будем делать кальмара. Поехали! Для начала создадим документ. Я, кстати, его назову КТОПУС. Правда, это, насколько я помню, Осьминог, но пускай будет кальмар. Делаем RGB-шный скрин. Мы никуда не будем это печатать, просто оставим вейв, поэтому нас так все устроит. Вот. 200 на 200 пока что хорошо, если не подойдет, будем менять размер артборда. Для начала добавим цвета. Меня не устраивают те цвета, которые у нас уже есть. Они у нас вот тут в сватчисах находятся. То есть с шифтом зажатым выделяем все цвета и отправляем их в корзину. Для того, чтобы загрузить новую палитру цветов, выбираем Open Swatch Library, Other Library, и потом выбираем, которые нас устроят. Нас устроят те, которые лежат на рабочем столе. Я взял материал палец с гугла. Это их материал цвета. Они меня абсолютно устраивают, потому что тут есть тона и переходы. Все то, что нам надо. Все. Выбираем, переносим сюда. Так просто будет удобно. Не люблю какие-то дополнительные окна открытые. Далее. Теперь нам надо сделать, собственно, самого кальмара. Ну, он у нас будет одинаковый с обеих сторон. То есть, поэтому мы можем просто разделить пополам наш артборд. Для этого выбираем центровку по артборду и просто делаем посерединке гайд. Для того, чтобы вызвать вот эту вот линейку, нажимаем Ctrl-R. Ctrl-R открыть, Ctrl-R скрыть. Для того, чтобы заблокировать наши гайды, используем. Нажимаем View, потом Guides и Log Guides. Если что, Alt, Ctrl и точка с запятой. Все. Теперь мы их не можем выделять. Все хорошо. Далее возьмем круг. Берем Ellipse Tool. Любой Ellipse. Возьмем какой-нибудь вот такой. Нас он абсолютно, опять же, устроит пока что. Переносим его на серединку. Если не хотите переносить, можете куда угодно кинуть и просто опять так же отцентровать. Можете вообще полностью отцентровать. Кстати, у нас никакой цвет не выбран. Давайте возьмем какой-нибудь для начала. Пускай это просто будет рыжий. Вот. Теперь выбираем A. То есть, это чтобы он у нас выбирал именно точки. Вот. Выбираем какую-нибудь определенную точку и настраиваем, как нам удобнее будет. То есть, допустим, у нас он будет какой-нибудь такой. Эту точку мы удаляем. Удаляем причем один раз. Потому что если мы еще раз удалим, то у нас удалится вся фигура. Так мы не хотим. Для того, чтобы вернуться назад, делаем Ctrl Z. Делаем Ctrl J для того, чтобы сохранить. Теперь у нас, видите, целая фигура. Для чего это нам? Ну, пока что просто для того, чтобы была целая фигура. Вот. Теперь берем, допустим, эту же фигуру. Делаем Ctrl C, Ctrl V. Копируем ее. Либо не копируем. И можем просто отзеркалить. Вот тут вот это находится. Reflect Tool. То есть, сейчас мы удалим уже скопированную фигуру и вставленную. При помощи Reflect Tool. Вот. На O. Можем ее просто так вот взять и скопировать. И сделать по горизонтали. Если сделаем превью, у нас, собственно, такая же абсолютно фигура выделится. Делаем копию для того, чтобы скопировать ее. И переносим вниз. Для того, чтобы, кстати, переносить только по одной линии или по другой, зажимаем Shift. Будет только по горизонтали или по вертикали. Или под углом 45 градусов. Вот так вот переносится. Все переносим. Для того, чтобы пропорционально сжимать эту фигуру в размере, опять же зажимаем Shift. И сжимаем пропорционально, ну, где-нибудь до такого, допустим, размера. Делаем примерно вот так вот. Очень неплохой подсумочек получается у кальмара. Что нам теперь нужно сделать? Теперь, я думаю, необходимо сделать ему вот эти самые щупальца. То есть нажимаем P-Pen-Tool. Он у нас будет теперь рисовать какие-нибудь загогулинки, там, какие угодно. Кстати, неудобно сразу же, чтобы он заливался. Поэтому давайте переключим вот тут вот. На строку, на обводку. То есть при помощи Shift-X можем просто переключать. Я, кстати, не знал. Вот. Все, теперь заново выбираем наш P-Pen-Tool и рисуем ему какие-нибудь... Ну, как какие-нибудь. Рисуем определенные щупальца. Если зажмем Shift, то он будет, опять же, пропорционально вот так вот изменяться. Он у нас так не очень устроит, поэтому давайте будем менять сами. Как вы вот видите, есть вот одна линия, которая вот идет в одну сторону, и другая, которая идет вместе с моей мышкой. Вот если мы оставим ту линию, которая идет вместе с моей мышкой очень далеко, допустим, вот так вот, то потом при нажатии любого другого у нас получится вот такая линия. То есть она нам не даст уйти куда-то обратно. Нас так не очень устроит, поэтому для того, чтобы такого не было, когда нас, допустим, устраивает вот такая вот линия, зажимаем Alt и при помощи Alt можем переносить. Не переносите вот в такую сторону, потому что у вас получится еще более бредовая вещь. Нас так тоже не устроит. Поэтому просто берем, выделяем какую-то нам необходимую угол, так скажем, этой лапы. Далее переносим примерно сюда загиб. И еще раз выбираем какое-нибудь место, допустим, вот это. И еще раз так же. Я, допустим, хочу, чтобы у меня все-таки лапа была более или менее загнута щупальца. Отлично. Пока что меня устроит. Давайте сделаем еще одно щупальце. Его уже не особо хочу загибать. Просто делаем какое-нибудь щупальце, которое у нас опять же потом устроит. И сделаем еще последнее. Нет, так, так. Не очень нравится. Пускай будет тут. Сделаем немного странное щупальце. Почему бы и нет? На самом деле меня вообще, в принципе, щупальца немного пугает. Они какие-то вездесущие. Я не знаю, если такие попадутся из воды, то вообще я не знаю, что будет со мной. Наверное, я сильно испугаюсь. Ну, кстати, вот это вот среднее щупальце мне не очень понравилось. То есть мы можем его просто выделить при помощи Selection Tool. Мы можем его там покрутить или еще что-то. Можем его подувеличить маленечко. И тогда, возможно, оно нам будет нравиться. Ну, примерно вот так вот. Да, вот так вот очень даже неплохо. Теперь нам надо выбрать обводку. То есть если мы увеличиваем толщину обводки, то у нас получится уже что-то ближе похожее на щупальце. Согласитесь. Но вот эти вот окончания, они довольно-таки странно выглядят. Поэтому для того, чтобы сделать нормальное окончание щупальц, мы берем вот это Width Tool. То есть это ширина. Можем, конечно, сделать такое, что будет очень даже бредово. Но можем все-таки сделать нормальное. И просто его вот закруглить так. Но если так его опять же сделают, то у нас будет довольно-таки острое. Поэтому выбираем еще где-то вот тут вот место. Вот так вот. И делаем его чуть-чуть потолще. Вот, видите, у нас получилось что-то наподобие такого. Вот. По-моему, очень даже неплохое щупальце. Чуть-чуть-чуточку острое в конце. Но, опять же, почему бы и нет. При помощи Ctrl Plus и Ctrl Minus мы отдаляемся и приближаемся к артборду. Для того, чтобы запомнить, вот видите, если мы, допустим, выбираем эту строку, то у нас вот, в общем, такая ширина. А если мы выбираем эту, то у нас уже своя, собственно, созданная. Поэтому теперь, чтобы всегда ее использовать, мы вот нажимаем на эту кнопочку Added to Profile. Называем ее как угодно. Ну, давайте назовем ее Octopus With. Все, она у нас сохранена. Так что теперь будет очень удобно и просто выбрать эти две лапы. Или кто-нибудь там. Да, пускай лапы. И выбрать нашу уже созданную ширину. Вот, видите, одна выбралась, а вторая как будто не выбралась. Но, на самом деле, она тоже выбралась просто с другой стороны. Для того, чтобы поменять ее сторону, нажимаем на Stroke. И вот тут вот, видите, Flip Alone. Просто меняем. Все. Теперь у нас уже готова лапа. Ну, мне все равно как-то почему-то не устраивает вот эта вот... Лапа, она какая-то не очень, я бы сказал. Именно вот закругленная. Поэтому я чуть-чуточку поменяю. Вы можете подождать там 2 секунды. Все. Пускай так. Так меня больше устроит. И вот эту я немножечко поменял. Все. Отлично. Что теперь делаем? Теперь мы берем полностью вот это вот все. Нашу красоту. Выделяем ее. Опять же нажимаем О. Для того, чтобы ее зеркалировать. Выбираем вот тут вот какой-нибудь якорь. Либо просто нажимаем на наш гайд. Нажимаем Alt. И нажимаем клик левой мышкой. Как видите, он у нас теперь по высоте, но нам надо по вертикали сделать. Если мы делаем превью, то он у нас опять же показывает ту самую часть. Поэтому теперь это у нас просто вторая половинка нашего осьминога. Нажимаем копии. И вуаля! У нас готов наш маленький осьминог. Теперь. Что же теперь? Давайте его попробуем разукрасить. Так как я хочу это сделать в каком-то Flat варианте, то давайте попробуем просто сделать вот эти два цвета более блеклыми, допустим. Deep Orange 300. Этот цвет более жирным, допустим. Deep Orange 600. Кстати, вот эти вот все лапы, они у нас довольно-таки находятся на переднем плане. Для того, чтобы переместить их на задний план, нажимаем Alt Shift и левую скобочку. Или Ctrl Shift левую скобочку. Да, Ctrl Shift левую скобочку. И все, мы переместились назад. То есть так будет удобнее, естественно. Опять же, кому будет удобнее, нам будет удобнее. Вот. Теперь, для того, чтобы раскрасить наши лапы, фаланги, если мы нажмем на Deep Orange, то у нас просто их закрасить. Так нам не подходит. Опять же, делаем ничего не делаем. Просто выбираем вот. Тут выбираем, чтобы у нас на переднем плане была обводка. И теперь можем менять ее цвет. Как нам угодно. Ну, я предпочитаю, чтобы передние были такого же цвета. Это примерно Deep Orange, по-моему, 300, да. Даже пускай будет Deep Orange 200. А вот это уже будет пускай Deep Orange 300. И вот это уже будет совсем потемнее. Она у нас пускай будет Deep Orange 400. Так же поступаем с этими. То есть это у нас, получается, была 500. Да, так и останется. Так как та 600. Это у нас будет 600. И это у нас будет 700. Что теперь? Теперь они все равно еще не сильно пока что похожи на фаланги. Мне почему-то кажется, что они именно фалангами такие у них идут щупальца. Поэтому мы теперь сделаем им прерывание небольшое. То есть вот в параметрах обводки выбираем Dash Line. Допустим, такое. Либо, если мы хотим сделать поменьше, допустим, 6 пикселей. Вот у меня сильно устроит 6 пикселей. Как вам? Вам, я думаю, тем более нравится. Вот берем 6 пикселей. Видите, да? У нас такая она используется. Отменяем это, естественно. Ctrl Z делаем. Ну, возможно, придется несколько раз сделать. Берем, выделяем щупальца. Делаем Ctrl C, Ctrl F. И он у нас ставит абсолютно туда же. Ctrl C, Ctrl F. И теперь опять нажимаем на Dash Line. Он у нас выбирается опять 12. Ну, мы, естественно, делаем 6, как у нас было, как нас устроило. И теперь мы просто поменяем цвет. Делаем, допустим, на одну тональность темнее. Раз у нас был 400, то делаем 500. Ну, ладно, хорошо. Давайте сделаем 600. Но две тональности темнее. Как видите, у нас теперь идеальное щупальце появилось. Теперь также копируем все вот эти щупальца. При помощи шифта мы можем выделять несколько объектов. Также делаем Ctrl C и Ctrl F. Мы все скопировали. Теперь опять же выделяем вот те же самые щупальца. Они у нас теперь находятся, так скажем, на верхнем слое. Вот, видите? А под ними находятся те же самые. Нажимаем И. И это у нас пипетка. И она у нас пипетит вот. В общем, то же самое. Те же самые прерывы на обводках. Вот, как вы видите. Теперь просто поменяем цвета. Раз у нас тут был 200, то мы сделаем... Сколько там? 400. Тут мы сделаем, получается, 500. На 500 мы сделаем 700. Тут мы сделаем 800. И последнее, кстати, как раз у нас цвет, это 900. Вот. Теперь получается очень уже красивый осьминожек. Очень красивый. По-моему, чего-то ему не хватает, да? Давайте добавим ему глаз. Для того, чтобы сделать глаз, просто выбираем Ellipse Tool. Выбираем где-то серединку между этим. Нажимаем Alt. Для того, чтобы у нас рисовалось из центра. Если мы берем Alt, у нас будет вот так вот рисоваться наш кружочек. Ну, мы нажимаем Alt, рисуем из центра. Нажимаем Shift, чтобы у нас был одинаковый. Чтобы у нас был, как вам... Именно круг, а не овалы. Ну, выбираем необходимую какую-то нам ширину. И нажимаем ОК. Он, кстати, какой-то получился, я бы сказал, технокальмар. Но мы такого, естественно, делать не будем. И мы просто переводим на... Опять же, при помощи Shift X. Shift X же. А, просто X. Да, при помощи... Тут понятно, что X, а тут все-таки... Да, Shift X, но почему-то у нас не перевелось. А, нет, вот все переводится. В общем, да, переводим на заливку. И выбираем просто белую. Ну, мне он не очень понравился. Я еще чуть-чуть уменьшу, как-то мне не нравится. Вот. Теперь приблизим. Давайте еще добавим ему зрачок. Потому что как-то без зрачка он довольно-таки как-то уныло выглядит. Я, конечно, не знаю, есть ли у них там глаз. Но пускай будет. Добавляем зрачок и... А, кстати, давайте не будем добавлять ему зрачок. Давайте сделаем совершенного пирата. Это будет очень забавно выглядеть. Опять же, также удаляем половинку круга. Выбираем вот эту точку. Ее переносим вниз. Вот эту точку переносим тоже вниз. У нас получится что-то типа такого. Берем вот эту точку, переносим ее. Ну, примерно, опять же. Мы с вами все делаем примерно. Мы же с вами свободные художники, ребята. Поэтому переносим сюда. Как-то примерно так. Вот так. Если вы уже поняли, что это будет, то отлично. Если не поняли, то вы скоро увидите. Делаем что-то наподобие этого. Еще чуть-чуть уменьшим. И на мой взгляд, на мой взгляд, получится очень неплохо. Опять же, зеркалируем при помощи кнопки О. С альтом выбираем вертикальную. Смотрим превью. Нас все устраивает. Выбираем. Ага. Все отлично. Теперь мы, кстати, их можем при помощи Ctrl-J сохранить в одну фигуру. И теперь это у нас одна фигура, как вы видите. Не две половинки. Делаем черную заливку. Делаем чуть-чуть выше. Теперь берем прямоугольник. Выбираем прямоугольник. Выбираем, опять же, на ваше усмотрение, ширину. Делаем его посерединке. Как видите, если поднести к углу, то можно будет просто повернуть. Не обязательно делать вот так вот Rotation Tool. Там дважды нажимать. И можно крутить как угодно. 45, допустим. И он нам покажет. Либо минус 45. Ну, нам, да, больше нравится минус 45. Опять же, переносим чуть-чуть. Увеличиваем, потому что нам немножечко не хватило места. Угу. Вот, наверное, делаем так, да, я думаю. Теперь нам, кстати, надо его обрезать, как вы видите. У нас есть вот это и есть вот это. Для того, чтобы обрезать, я использую довольно-таки, может быть, сложный кому-то вариант. Но, опять же, он очень простой. Выделяю две части головы нашего осьминога. Их копирую и вставляю Ctrl-C, Ctrl-V. Потом иду в Pathfinder. Если у вас его нет, вы его можете открыть через Windows. Как я помню, он где-то тут. Вот он, да, Pathfinder. И нажимаю объединить. Кстати, тут вот сам иллюстатор подсказывает. Но это нововведение. Когда я еще учился, такого не было. Поэтому мы не будем ничему учиться. Мы по старикам. Так как он у нас теперь выделен сзади, а это у нас фигура спереди, то мы делаем у них, вот, Intersect. Это их пересечение. Выбираем пересечение. Вуаля. Все. Теперь у нас довольно-таки пиратский пират получился. По-моему. Очень забавный осьминожек с одним глазом. И причем сразу же закрытым. Вот. Теперь нам как-то немножечко не хватает, знаете, чего? Не хватает каких-то пятнышек. Ну, чтобы он был вообще более такой осьминожный. Давайте возьмем просто Ellipse Tool. И сделаем несколько пятнышек. Берем еще одно. Для того, чтобы его скопировать, зажимаем Alt. Видите, появилась возле курсора такая. Второй курсорчик. Вот. При помощи Alt давайте сделаем несколько таких штук. Зажимаем Alt и перетаскиваем в любое место, куда нам удобно. Да, осторожно не переверните ее. Если только вы, естественно, так не хотите. Но давайте пока не будем, ребят, переворачивать. Давайте просто при помощи Alt сделаем еще парочку штук. В принципе, уже устраивает такая идея. Давайте их немножечко разбросаем только. Только это получается сильно перфекционистки. Перфекционистски. Вот. Делаем вот так вот. Теперь их все выделяем и наклоняем совсем маленечко. Хотя нет, мне наклон не нравится. Давайте его обратно уберем. Какой у нас был цвет? Давайте при помощи пипетки возьмем такой же цвет. Он у нас был Deep Orange 300. Давайте тогда возьмем Deep Orange 100. А вот они у нас все выделены как раз. Их копируем. Ctrl-C, Ctrl-F. Переносим вот сюда. Куда-нибудь сюда повыше. Опять же делаем Reflect Tool. Только теперь просто дважды кликаем и он прям по серединке его будет переносить. Все. Нам не надо ничего копировать. Просто нажимаем ОК. И так как тут у нас был цвет 600, ну давайте сделаем 800, чтобы были какие-то темные пятна. Вуаля. Таким образом у нас получился готовый кальмар. Для того, чтобы его сохранить, нажимаем Ctrl-Alt-Shift-S. Можем сохранить его куда-нибудь на рабочий стол. Показать маме, папе, брату, свату. Как угодно. Ставим любое разрешение. Он, естественно, так как вектор сразу же отобразится. Что нас, конечно же, очень устраивает. Чтобы просто сохранить свою работу, нажимаем Ctrl-S. Он нам предложит куда сохранить. Ну давайте я к себе сохраню. Это все хорошо. Все. У нас готова есть работа. Все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на видео. Подписывайтесь в ВКонтакте. Пишите свои комментарии. Я вас...